Итак, всем привет, с вами Салатмашика, и сегодня у меня для вас новости на 20 число, 12 месяца 2018 года. Именно новости, а не обзорного контента, потому что, ну, слишком динамично выходят ход фиксы, вещи меняются. Поэтому я подумал, что сначала отвести вас в курс происходящих делов, а потом мы уже основательно будем смотреть на то, какое снаряжение вели и так далее. Поэтому давайте, собственно, вперёд. И фиксы, как я и говорил, уже выходят просто один за другим. Один из важнейших это 24.2.3, где фиксили всякое, но самое главное, это увеличили шансы выпадения ресурсов, заказов, похищений. Там вот эти системы отражений, по-моему, бафнули с 1% до 7,5%. Это уже довольно важно, поэтому ресурсы теперь имеет смысл идти фармить. Также в этом ход фиксы, я про напомню, отключили теноген, вот этот прайм облик для миссы прайм. Однако рассказали разработчики, что в ближайшем будущем подчинят это дело, просто перенесут прям детали на обычную модельку миссы, и вроде как это будет основой для теногенов миссы прайм. Поэтому довольно неплохо, надеемся, что на этой неделе починят. Идём к следующему ход фиксу 24.2.4. Он уже был так посочнее. Там из мелочей это тональности для открытия трека, флют механикс, вот этот новый, которым тизер показывал. Добавили эти тональности, можно их найти в долине сфер, чтобы открыть самокорде трек. И также начали разработчики фиксить свою эту непонятную гирду под названием 24.2. А именно были первые перемены избавителей прибыли, той самой сферы. А именно пилоны отмечаются теперь точками, не надо их искать слепую. Новый троид также поменьшается при выпадении, не надо бегать и вырыскать, искать, бояться, что вы его не подобрали. Также теперь можно пропускать ко сцену при взятии заказа. Левый кнопка мыши пропускает соответствующие, не знаю, сцену, кадр, поэтому накликайте левый кнопку мыши. Ещё также убрали сбрасывание с ног при атаке молнии от сферы. И носители флактусов теперь гарантированно дропают тяжёлые патроны для арчпушек. Количество же этих мобов, которые носят на себе флактусов возросло до трёх чисел, до трёх человек при максимальном уровне тревоги. Поэтому эти ребята бегать будут. Также арчпушки в этом хотфиксе стали тоже менять. А именно резервный бойзапас увеличили в два раза или всех арчпушек при применении на поверхности, не в космосе. Откат призыва арчпушек при этом сделали 5 минут максимум. Но потом ещё поменяли, поэтому это мы ещё обсудим. Из другого, так это усиление шансов падения ресурсов теперь влияет на обычные троида. Оказывалось не влияло, влияли видимо только обычные усилители. Также убрали урон по себе у заряженного статикора. Поэтому кто любит статикор, можете не выбрасывать оружку и были другие фиксы. Теперь уже хотфикс 24.2.5. Там тоже вещи довольно незначительно поменяли. А именно гравимаг можно приобрести в магазине. Это тот самый тип катализатор, который необходимо вставлять в арчпушку, чтобы езать её на поверхности. Теперь не обязательно дожидаться, пока в Дадзё будет исследование, либо переживать из-за того, что вы потратили супер играми от чё-зна-куда. Можно это в магазине купить. Также были ещё изменения извлекателя прибыли. А именно добавили новые предметы, выпадающие напрямую со сферы, не заказы. А именно негарантированный дроп, это модель сферы, по типу модель китролистов. Гарантированный дроп это следующий. Во-первых, облигации. Три медицинские, две авансовые, одна наследственная. Поэтому если хотите, можете за облигацией бегать. Ещё интересно то, что гарантированно, вроде как, прибыль должна некая падать в виде 25 тысяч кредитов, умноженная на 5. Честно говоря, чё-то такое не припомню, но так или иначе, вот такие дела в виде кредитов нам завезли. Но да ладно. И также сфера теперь с этим патчем больше не поддаётся воздействию ауры разрушения щита. Поэтому щит придётся снимать довольно серьёзно. Вот эти перемена арчпушек, о которых я играл ранее, получили продолжение ещё в этом фониксе. Например, время отката призыва арчпушки теперь зависит от того, сколько патронов осталось вашей арчпушке на момент её снятия. Итого, можно даже ждать не минуты, а секунды, пока ваша арчпушка восстановится, если вы оставили довольно порядочное количество патронов там. Так что неплохо. Ещё у Гретлера увеличили количество патронов на зимном режиме со 180 до 210, немножко бафнули. И также теперь запрещено призывать арчпушки на вылазках, где условия только ближний бой. Занято, что это вообще работало, но да ладно. Также есть перемены и консервации у нас. Если вы читали патчноут, который 24.2, то вы можете знать, что способности фрэмов больше не позволяют сделать идеальный захват животных. Многие люди негодовали, так как транквилизаторная винтовка очень так себе работает, такой себе удовольствие с ней стрелять. И раздрабы пошли навстречу, теперь усыпляющий стрела Ивары даст идеальный захват животного при прямом попадании стрелой в этого животного. Чем дальше же выстрел от животного будет, тем большинстве в животное будет стревожено и идеального захвата не получится. Также животные будут менее встревожены, если барук будет вблизи них, применяя убаюкивание. Так что попробуйте как-то с баруком, я не знаю. И также стоимость синтезатора феромонов, это те самые предметы, которые позволяют увеличить шанс появления редкого животного, было уменьшено с 1000 до... от 100 до 500 репутаций в зависимости от животного. Поэтому можете эти синтезаторы тоже понабирать. По другим нововведениям, это Сигил Кровопролитие теперь остается видимым, если получили урон на миссии при входе, выходе из Сетуса, Фортуны и Арсенала, при этом это дело еще работает на операторов, поэтому Сигил Кровопролитие постоянно и у вас будет работать. Также эффект мода Смертельный Фитин из Лячингов может быть обновлен, если уже активен. Вернули возможность покупать формы при попытке поляризации и всякие прочие мелкие фиксы, поэтому бог с ним. Что интересно из других новостей, так это новый набор ДГИ организовали, чтобы мы могли купить, получить и так далее. На этот раз получается этот набор через Дискорд, самая игра появилась в их магазинчике этого Дискорда, называется это Сигил Кровопролитие. Доступен он со скинами, бесплатно для пользователей Дискорда Нитро, но для всех остальных в принципе вы можете тоже купить, если вы играете через Дискорд. Состав этого набора следующий, 440 платки, аметистовые скины для экскалибра Мэка Вальта, стартовые фреймы наши, и бустер на 7 дней на ресурсы, синтез и кредиты, это все дело имеется. Теперь как это все дело получить, потому что тут все не так просто, как хотелось бы. Во-первых, игру нужно запустить через Дискорд. Вариантов у вас два, либо заново скачать игру полностью через Дискорд, либо, чтобы не скачать заново, если у вас уже установлено, например, через Steam, то вам надо сделать следующее. Во-первых, найти вам надо файл launcher.exe. Находится он в папке, где установлена игра, а именно Warframe, папка Tools, потом в файл, там есть launcher.exe, тот самый, который мы постоянно запускаем. Вы должны создать ярлык launcher.exe, вот это всего дело, и свой сток ярлака, где вот это и строка объект, добавьте после данной строки пробел, и вот этот текст, Cluster Public, Registered Discord. Без кавычек, просто добавьте после расположения файла, после этого объекта. И получится, что у вас будет запускаться уже установленный клиент, не через Steam, а через Дискорд с помощью этого ярлака. Поэтому это дело пойдет. И также оверлейт Дискорда у вас должен быть включен в настройках, иначе этот набор не появится. Это важно. И также, если у вас есть вот это Дискорд Nitro, оно показывает, что стоит денежка на набор, нажмите, оно у вас само все дело купится. Вот такой вот занятный набор, интересный прецедент у вас появился. Саварова, да, я бы хотел сказать, эксклюзивы косметические для ПК, но мне сказали, что есть Дискорд и на консолях, поэтому, может быть, на консолях это тоже появится, но пока мне неизвестно. Ну да ладно. Дальше у нас информация есть по поводу DeathStream, а DeathStream 121 будет на этой неделе, последнюю в этом году, в пятницу в 22.00 по МСК. Он пройдет в более быстром темпе, чем обычно. Раздрабам надо успеть с футфиксами до закрытия студии на Рождество, написали они. При этом завезут, сказали статистику и веселье, чтобы это все дело не значило. При этом Twitch Drop там тоже какой-то будет, какой черт его знает, но какой-то будет, просто чтобы вы знали. Я так предполагаю, что и PrimeTime тоже будет на этой неделе, в ночь четверга на пятницу в 3 часа ночи, поэтому там тоже, наверное, какие-то Twitch Drop будут. В общем, будьте на чеку. Также немного подыскал на Твиттере и, в принципе, не пожалел, так как нам Пабло написал, что тема корпуса, которую раньше показывали на DeathStream, она появится в игре с ремастером Газового Города, поэтому тут нам придется подождать. И также Стив в Твиттере показал уже модельку грядущего перехватчика корпуса Лерал Джека. Мы уже видели, но на концепт-арте, и теперь это все дело в движке существует, что довольно-таки приятный знак. И последнее, чем я хотел поговорить, это тот самый спонтанный стрим, который был АДЕ в день выхода второй части Фортуны, который они организовали. Я там собрал инфу, но как-то мне подать не было повода, и теперь, собственно, можем это чуть-чуть обсудить. А именно Фортуна, честь старая на консолях PS4 и Xbox One, должна выйти в начало следующего года, приблизительно январь. Будем надеяться, получить это дело достаточно скоро. Естественно, про Nintendo Switch особо так не поговоришь, потому что надо хотя бы первую часть Фортуны выпустить. Интересная идея обсуждалась по поводу того, чтобы создать зараженных каватов, а-ля гельминтовую подверь в каватов. У нас же и зараженные собаки, продолжили сделать зараженных каватов, и разработчики как-то не отрицают, поэтому, может быть, какие-то задумки не тут появятся. Также разработчики напоминали, что очень скоро поддержка 9x9, и 3-средоубитных систем спадет. А именно вот конец этого года, и все, следующий год уже не поддерживается. Поэтому, если вы каким-то образом сидите до сих пор на этой рухляде, быстро меняйте, иначе все баги, которые появятся с этими версиями, с этим программным обеспечением, вы останетесь один на один с ними. Поэтому, самый повод поменять ваши системники. Внешний вид оператора, сказали разработчики, у них есть планы разделить голоса и тела. Ну, тут как-то немножко странно не сказать, но суть в том, что как-то они хотят более очевидно дать игрокам инструмента для выбора пол-оператора, поэтому, возможно, это когда-то тоже будет. По поводу новой войны особо ничего нам не сказал Стив, хотя сказал, что строят уже новые уровни, но пока рано что-то говорить. Хотя планы на весну 2к19, по поводу новой войны сказал, где-то там не планируют выпустить, но, зная, как разрабы привыкли все задерживать, может быть, не весна. Но, так или иначе, будем надеяться, что хотя бы до Танакона. И также интересная вещь, сказали на этом стриме, что сегил кровопролития является очень редким дропом со сферы. Я вроде как не видел в официальном дроп-листе, чтобы там был кровопролитий этот сегил, но, так или иначе, если он внезапно выпадет с данной сферы, которая извлекает прибыль кровопролития сегил, сильно не шокируйтесь, по идее, разрабы сказали, что должно падать, но очень редко. Поэтому, попробуем, хотя проверить, не знаю даже как. Ну, да ладно, главное, что вы знаете, главное, что я вам сказал. Засим, по новостям все, теперь можно мне спокойно ковернуться к попыткам обозревания всего того, что, собственно, ввели с этим патчем. Надеюсь, вы более-менее теперь знаете, какова текущая ситуация у нас происходит. Но за этим от меня уже точно все, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока.